Всем привет, дорогие друзьяшки, с вами Леон и Маугли! О, хей, мои дорогие! Добро пожаловать в GTA Online! О, да, и сегодня у нас обновление. Большое обновление, очередное про байкеров. Об этом, я думаю, больше расскажет Маугли, да? Э-э-э, потому что я на байке сам езжу. Ладно, давай садись. Какой ты догадливый. Ладно, в общем, сегодня мы будем смотреть, что сюда добавили, какие режимы появились, и, что самое главное, тут вроде как теперь можно создавать байкерские клубы. И как это все реализовано и как это работает, будем сейчас смотреть. Да, ну вообще, немножечко экскурс в историю. В последней серии я по GTA Online также уже немножко упоминал об этом, но еще раз напомню для тех, кто, может быть, в танке или для тех, кто не смотрел эту серию. Короче говоря, в GTA Online, как вы знаете, есть разное сообщество разных людей с разными склонностями, наклонностями, интересами и прочим. Так вот, здесь есть хипстеры, здесь есть гангстеры отъявленные, здесь есть мажоры, здесь есть вот эти как-то гангстерэперы какие-то, да, которым очень близка тема лоурайдеров, допустим. И с каждым вот этим обновлением, которое Rockstar добавляли в игру, они очень радовались, ликовали и были как бы рады тому, что их молитвы услышаны. Так вот, среди всех этих сообществ также есть сообщество байкеров, то есть людей, которые реально помешаны на мото-культуре, на мотоциклах, на, не знаю, там, косухах, на шелемах с рогами и прочее-прочее. И они с каждым обновлением, они негодовали и не понимали, что вообще такое происходит. То есть всех остальных удовлетворяют, а мы остаемся с носом. Поэтому они накатали целую петицию и сняли даже целое промо-видео прикольное причем, где таким, знаете, очень проникновенным голосом они говорили, «Рокстар, все, хватит уже, вы должны сделать то, что вы должны были сделать уже давным-давно, добавить байкерский контент в GTA Online». И перечисляют, вот этих вы удовлетворили, вы добавили такие тачки, такие, короче, темы добавили-добавили. А что насчет байкеров? Нас тоже много, и там прям приводят статистику, сколько человек в байкерских сообществах. Короче говоря, ну прям очень серьезно и проникновенно так вот они залечили «Рокстару». Я не думаю, конечно, что только лишь из-за этого «Рокстар» начали выпускать обновление связанное с байкерами. У них еще в четвертой части было большое обновление про байкеров, сюжетное, «Liberty City». Вот, то есть, в принципе, у них, возможно, под традицией все равно, в любом случае, в планах стояло это. Но так или иначе, это как-то вот круто совпало так, как будто реально они позаботились о своих игроках и специально для них сделали байкерский контент, который мы сегодня, в общем-то, и будем обозревать. Слушай, я вот что заметил, я здесь езжу у тебя как пассажиром, да, и заметил, что могу теперь, сидя на мотоцикле, переключать оружие, помимо, там, как это было раньше, граната, там, УЗИ, дробовик, да? Я видел, видел, ты руками машешь, что-то, самозабельно. Я могу теперь взять ближнее оружие, прикинь, слушай, они... А, серьезно? Ну-ка, ну-ка. Да, попробуй взять биту какую-нибудь или что-нибудь такое. Я, потому что с сидячего здесь места почему-то не могу ничего сделать. Ну вот у меня только пока что огнестрелы, бомбы. А, вот дубинка полицейская. А как ей бить? Дубинка? Попробуй ударить сбоку как-нибудь. Ну вот почему-то в руку она и не... Я просто спускаю старенькие игры. Она в руку и не берет. Не берет, да? Блин, слушай, я уже обрадовался. То есть показывает, молоток, топор, вот вроде типа можно взять, а в руку не берет. Ага. Я уже подумал, это как в старые добрые. Помнишь, мотогонки с оружием? Родрэш. Едешь, да-да-да. Ты по башке отдавать соседную, вообще классно. Это вообще круто. На самом деле, какая-то даже есть современная игра, аналог этого. Но пока что она играет только, по-моему, в Америке. Сервера находятся в Америке и допускают только американцы, насколько я знаю. Хотя и русские тоже пробиваются через какие-то каналы. Но она пока еще не вышла в релиз, она в раннем доступе. Но я думаю, что у нас будет возможность у нее поиграть. Вот, я вижу, что ты пистолетом машешь или что это? Это пистолет. Пистолет, у которого обойма торчит длиннее, чем сам ствол. Да-да-да. Ладно, короче говоря, покатались мы уже вдоволь нормально, в общем. Поехали, съездим. Да, так, я вот не знаю, зачем. Поехали в метро, поехали в метро. Метро, хорошо, поехали в метро. Там нас никто не будет беспокоить. Так, я себе тоже мотоцикл пробил. В прямом смысле слова. Иги! Господи, какие у него зауженные джинсы. Капец, я по метро... Слушай, у меня такой прикол получился. Я угнал типа мотоцикл. Ага. Сел на него, а он, короче, пассажиром ко мне сел. Я теперь его хватаю. Это, слушай, что-то необычное. Он, видимо... Да, да, вижу, 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 вижу. Он, видимо, как бы сказал... Слушай, подожди. Так, я вот так вот, я слезу, смотри, а тебе он просто садится такой. Отдай мой мотоцикл. Нет, он побежал, он все испугался. Ну, блин. Ладно, короче говоря, полезли в интернет, посмотрим, что там происходит, что-то новенькое добавили. Потому что... Давай. Если это обновление, связанное с мотоциклами, значит, там обязательно должны быть новые байки. Залазим в интернет. Хотя нет, вот мотоспорт. Вот, заходим, смотрим. О, господи. Мотоспорт? Ты видишь, где-то... Нет, это... Обычный, да, магазин мы заходим? Или куда? По-моему, да, это обычный. Ну, вот, короче говоря, смотри, в самом начале там написано часть обновления байкера. Вот я зашел Legendary Motors, и первый, по-моему, единственный контент, который здесь добавили от байкеров, это... Это мотоцикл, вообще футуристический, который называется Shizu Hakuchou Drag. Он стоит почти миллион. Берем, берем. Миллион, да, здравствуйте, да. Слушай, это больше напоминает какой-то концепт автомобиль. И опять тратим денежки, ребята. Может быть, может быть, кстати, да, может быть даже вполне концепт. Так, куда его поставить-то, блин? У меня что-то места-то нету свободного. Ума-угледенье просто дофига. У меня 10 баксов. Ну, 115, конечно, но... Знаешь, что самое страшное? У меня еще и в трех моих домах нет свободного места, чтобы это все дело поставить. Это какой-то ужас. Ты ненормальный. Да, я сам не знаю зачем. Ты мажор, понимаешь? Вот мажор дружит с бомжом. Да вроде нет, да вроде нет. Ну что, принца нищий, что такое тоже бывает. Так, надо от чего-то избавиться. Курума, мы оставим. Батти, Дабл Т, Инсургент, Кабрио. Блин, все машины, только на которых я езжу. Так, а... Это мотоцикл прям крутой вообще. Твой, который. А я просто угоняю мотоциклы. Мне норм. Слушай, я не знаю, куда деть теперь тачку свою, блин. Ладно, что-то продавать. Ладно, фиг с ним, фиг с ним решим. Надо просто новый дом купить, похоже. Вот и все. Все очень просто. Так, едем дальше. Посмотрим еще, какие мотоциклы добавили. Тихо-тихо. Я вот ниже опускаю, но тут пока что грязные деньги. Но вот Legendary Motors похоже, что, смотри, они в самом начале же обычно вообще добавляют туда. Ну да, да. Соответственно, если в нем нет, значит надо заходить в какой-то другой магазин. Типа, допустим, Southern San Andreas Super Autos. О, вот здесь вообще дофига. Вообще дофига. Ага, во, вижу, да. Начинаем, короче. Первое. Это какой-то Шитсу Defiler за 412. Короче, берем вообще, вообще не глядя. Куда их ставят-то, юкорный выбор. Знаешь, тоже близко к футуристичному вообще прям хорошо смотрится. Слушай, мне придется новый дом купить себе. Чисто для мотоциклов, да? Ну а что делать-то, я не знаю даже. Это нелогично. Там такие гаражи огромные. Туда танки ставить можно. Ну можно спокойно вместо одного танка ставить 10 мотоциклов. Это факт, это факт. Но почему-то вот как-то вот они не это, не продумали это. Вообще, обрати внимание, вот этот вот Шитсу Defiler, он одноместный. Вот. Понимаешь, да? Может быть даже специально для трюков. Возможно. Вот следующий. Смотри, кстати. Классно. Назван классно. Нагасаки. Нагасаки. Химера. Химера Нагасаки. Вот у него просто, он трехколесный. Как вот в детстве у меня был красный велосипед детский. Трехколесный. Так и этот мотоцикл такой трехколесный. Я хочу посмотреть на него. Так, ладно, я что-то типа купил. У меня вроде как даже появился еще один гараж. Так, быстро-быстро-быстро смотрим, где у нас. Давай. О, точно-точно. Вообще он похож на кого-то кузнечика. Кузнечик, но... Ну, написано же Нагасаки. Химера. Кузнечик, в чем не кузнечик? Ладно. Так, следующий смотрим? Следующий смотрим, смотрим. Уэстерн зомби чоппер. То есть, как бы намек на зомби апокалипсис. Те самые классические мотоциклы, которые используют главные герои разных зомби апокалипсис фильмов. Ага, сейчас, кстати, если ты помнишь, сейчас показывают прям Days Gone, что-то в таком духе игра, да, про зомби. Там главный герой тоже приезжает на байке. Как бы тоже на похожем, да? Да, по-моему, там просто они все на Харлиях катаются, и это вот в честь этого решили отдельно. Целый мотоцикл закруто. Круто, но выглядит он вообще зашибись. Так, смотрим дальше. Пегаси, Фагио, заказной и гоночный. Я не знаю, вот эти моторолеры, они вообще... Ну, они нужны, наверное, кому-то, кому-то, наверное, не нравится. Ну, это японцам, наверное, надо с их трафиком. Японец заходит такой в сессию ГТА. О-о-о, скутер надо брать срочно. Как у меня, одной, да, заходит, покупает. Нормально, с корзинкой спереди, где писем хватит. Так, следующий. Вот из той же серии. Пегаси, Фагио. Но это, видать, бюджетный вариант, судя по цене. Чуточку без корзинки. Как бы, японец на мотороллере с корзинкой, это блат. В одном смысле. Это круто. Ну, как бы тут не добавить, не отнять, красивенький, такой стильненький. Дальше. Так, LCC Avarus. Вот это прям какой-то, смотри, он такой стильненький, стильненький. Но тоже, тоже по типу Харле и тоже, возможно, даже одноместный. Ммм, да, так, я тебе даже сейчас точно скажу, какой он, но он одноместный. Да, он одноместный, да, потому что на нем же, вон, значок этот есть в углу, на его иконке. Одноместный, ну, да. Следующий, так, Western Night Blade, черный клинок. Ой, вообще, круто. Выглядит еще супер. Вообще, то есть, такой, я не знаю, есть разные цвета, но я вижу, вот, черный, вот, ему прям идет. Ну, мне, как, черный для него идеальный, вообще, для таких мотоциклов черный, по-моему, идеальный. Вообще, лучше бы, вообще, там, никаких уставок не было цветных. Чисто черный. Ну, он двухместный, а также. Так, хорошо, следующий Western Zombie, Bobber. Бобер, да. То есть, тоже, зомби, но, Bobber, да. Таким, урага высокие, это же вообще, это, я не знаю, как, как, руками-то держать. Тележку для магазина вести. Это руки, наверное, надо в понятном состоянии держать, так же, вкачаться. Ну, где же ручки, ну, где же ваши ручки, вот. Спокуха, спокуха. Так, Western Wolf Bane. Wolf Bane, господи. Вот, у него вообще руки как-то на раскорячку поперли. И, судя по фотографии, у него еще шины спустили. Я нещадно все скупаю, вот, если будем потом. Ой, жесть. Я уже прям чувствую, как это будет. Ладно, окей. Ну, и, как бы, тоже видно, хорлей, бла-бла-бла. Дальше, ты смотри, какая прелесть. Это же просто тот же квадроцикл, но колеса-то. Колеса, как куджипа у какого-то. Непонятно. Да, городской вариант, вообще, походу. Квадроцикл, да, вообще нормально. Так, какой берем? Майбацу. Господи, какой... Тихо-тихо, у меня канал без мат. Да-да-да-да. Я даже саму как-то стыд достал. Да ладно, ладно, это же название, все нормально. Манчес, Манчес, вот так, короче. Есть Санчес, есть Манчес. Санчес, Манчес. Манчес. Да, у него какой-то фонарь спереди очень странный. Как будто, знаешь, разработчикам было лень что-то продумать. Да, это, по-моему, светодиод какой-то, адский. Вообще жесть. Ну, но выглядит дешево, сразу скажу. Так как Санчес и выглядит он... Ну, как к себе. Видимо, он специально для отриала для какого-то, для прыжков по горам. Вот этот вот, это, короче, тот же Вульф Бэйн, только Red Bike Western. идет получается но он прям такой знаешь мэд макс но проржавевший такой весь как реально крыса короче западная крыса знаешь вот с дополнением возможно добавили одежду скорее всего и там возможно будет сет под этот мотоцикл я вот прям вангую должен быть типа мэд макс конечно мэд макс не ассоциируется с мотоциклами но тем не менее ржавчина это круто это хорошо так и последний мотоцикл что у нас это ну по-моему он уже был что-то подобное было вот в legendary motors похожий по стилю такой люкс люксовый байк и чтоб вечером по городу кататься ну и все собственно и того получается у нас сколько байков та-та-та-та 13 где-то байков а два еще сходим еще один магазин посмотрим тут же еще один борсток кэш-н-кэрри может быть военная техника что-нибудь такое мотоцикл военный мотоцикл но ты знаешь нету 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 я посмотрел ничего нету ясно в принципе чего неплохо в неплохо вполне себе я даже гараж смог забить под завязку мне один ник не хватило мотоцикл купить последний этот серенький слушая конечно покажусь слоупоком но я не помню чтобы раньше был мейсбанк для банкротов это как мейсбанк для банкротов это как я тоже не понял есть просто мейсбанк да есть форес 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 клоус лоусуэрс мейсбанк а вот смотри короче форклоус клоуше это короче здесь похоже что мы можем как раз банду создавать во точно точно лучше в мире сайт по продаже имущества банкротов это же смотри если ты крутой гангстер ты покупаешь на нормальном сайте а если ты байкер простите байкер и ничего против не имею по логике вещей да получается ага имущество банкротов соответственно там и вот здесь как раз мы с тобой можем купить какую-нибудь недвижимость для нашего байкерского клуба да ты смотри короче тут предоставлены скажем так заправки всякие здания которые раньше были уже в обслуживании то есть бывшие хозяева уже обанкротили и дабы выручить как можно быстрее больше денег да они их продают ну скажем так поди желаем поди шмальчику поди шмальчику да вернее ну короче говоря вот круто я присмотрел себе называется я я ориентировался сугубо на цену потому что здесь сложно на самом деле ориентироваться что другое здесь как-то вот нет четкого описания допустим наешь какую-то недвижимость покупаешься сбоку допустим разные варианты что то не очень что это не у как-то вот тут одинаково довольно таки одинаково все это выглядит ну ладно неважно короче говоря нужно попробовать здесь что продадим потом короче clubhouse на хавике называется хавика веню тысяч 1778 адрес у него запомни будешь ездить описание описание вы знаете что не 2 недвижимость особенно если предыдущие жильцы никак не смогли с ней расстаться такую беспомощность ярость и отчаяние подделать невозможно а в нашем циничном мире это наивысший оценок вот нам предлагают как раз купить этот клуб для а у афигеть здесь можно еще и сделать здесь можно сделать его дизайн ты ты можешь да ты можешь посмотреть это так сейчас попробуй как бы купить решим тебя покатать уже посмотрите осмотрим то есть там видимо на въезде можно сделать крутой граффити и вот тут даже несколько вариантов черепа какие-то короче чувак на санчези до телочки на кладбище вообще прикол доклада так нужно что мы выберем хочется чего-нибудь такое яркое красочное а первую картинку первое что-то мрачновато как там мне нравится знаешь как а мне нравится вообще последняя такой череп она типа типа на кирпичной стене слишком теток полуголых я не хочу ставить поначалу них пялиться и так их хватает в жизни постоянно вот что такое черепная да вот такой фрески короче все выбрали отлично дальше едем стиль для неопытного глаза ты можешь показаться грязной дырой но требуется немного денег и таланта чтобы добиться такого эффекта и мы можем что сделать а то есть мы можем дизайн типа сделать до разные название клуба я назвал мракобесы я думаю что раз уж это все бюджетный поэтому надо бюджетное все делать здесь есть вариант такой допустим стиль это типа там столик такой стеклянный не мы так не будем ли мы сделаем просто тупо ящик стоящий на бабушкином ковре стиль и они такие что от есть стиль b он как будто более чистенький но байкеры они не такие они свиньи как бы но все либо мне нравится значит что гитары есть декор стен ставим стиль b и у нас появляется гитара мне кажется байкеры и тяжелый рок это вообще как корпускулярно волновая теория света ну да короче ты слушай да и мебели тоже вроде неплохо если что полы лучше не менять полы как будто чистенькие это уже не не камиль фоне фаншу ну да факт факт так хочу хотел сделать ага так мой клуб мракобес это купить за миллион все так берем 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 эмблема клуба с выбираем что у нас здесь звезда орел череп череп с костями костет везет а у меня денег нет да ничего ничего ты не переживай все нормально я тебе дам ключи так будешь пользоваться да конечно конечно логотип короче говоря нужно сделать я предлагаю сделать логотип такая какая-то непонятная то ли лиса то ли собака с откусанным мухом и у нее она в наморднике в таком типа бандане и две биты с откусанным мухом это конечно очень возьмем короче название клуба теперь мы должны придумать так мракобесы мракобесы адекватники 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 это звучит как какая-то партия политическая так на что такое знаешь ну это же жесткое что должно быть это же байкеры все-таки сыны тьмы сыны тьмы ну как бы сразу напрашивать ангелы тьмы но я думаю что ангелы тьмы по-любому потому что есть такая реальная какая-то групп не группировка банда байкер ангелы ада там и прочее это все классика angel of dead да да черт придумать dark souls просто давай мракобесы назовем нормально давай это самый такой оптимальный мракобес будет называться клуб а чё нормально весело рогатый трупоед да а сейчас вижу я просто встал на мотоцикле стоит тебя жду он у меня ручки такой сложил на бак лапки так перекрестил и сидит типа ждет анимация какая-то появилась на мотоциклах что ли смотри что здесь еще доступно то есть мы можем еще оружейный шкаф себе сделать обязательно то есть сейф где у нас будет оружие и также мастерскую клуба можем сделать вы покровитель искусств поддерживающих местных ремесленников если не сдадите этого парня федералом то он поселится в вашем гараже и переделает все байки по рыночной цене плюс за затяжку марихуаны и кое-какую еду то есть что неужели мы реально можем тюнить прямо у себя в клубе я не знаю я в это не верю я в это не верю короче говоря со всеми наценками вот этот вот клуб который изначально стоил 400 с чем-то там почти 500 тысяч обходится мне теперь в миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот баксов все короче покупаем покупка обрабатывает с ценим наших клиентов прекрасно делаем все круто точка маршрута установлен поехали щит так давай давай садись а ты же видишь я у нас водитель да ты видишь да поехали короче в наш новый офис или сначала приоденемся съездим можно приодеться если по пути мы увидим значок с кофточку а вот прям здесь есть и значит а смотри я тебя поставил поставил потому что в байкерский клуб наш нужно въезжать сразу же в одежде в крутой чтобы этот чувак который там поселился в гараже чтобы сразу почувствует умеет дело это да слушай мне чуть не нравится этот магазин какой-то слишком слишком ладно поехали другой вот рядом есть по неформально там не было магазины в задней части автомобиля в багажнике магазинов нет такого как тебе этот нормально похож я даже песню придумал под этот случай похож послушать переоденемся и потом ты спою замечательно можно вообще подойти сразу к ней так вы как президент можете приглашать свой мото клуб других игроков это можно сделать с помощью раздела управления мотоклубом ладно ну кто же практически то же самое что с этим слушай помнишь тебе говорил про одежду на мусорщика слушай мне кажется самое первое уже подходит под этот стиль это вот ограбление байкер или что ты где смотришь костюмы байкер вот прям а вот костюмы байкер точно вообще угарно вообще угарно серьезно особенно у меня колготки такие в сетку так блин а я не вижу у меня только вот мальчишицкий наряд знаешь женский это наряд я не а ты мужские да ну ладно я женские смотрю но пока что в принципе они эти очки такие стимпанковские конечно смешные химера что-то подобное у нас по мужу я помню было dlc сюжетная для gta 4 до про байкеров там прям были клубы байкерский и они отличались еще пару стилем то есть есть такие знаешь классика американская хорлеи да такие вот пиво драки вот эта вся культура но были также клубы японских вот этих вот автомобилей мотоциклов типа японцы там ею заведовали и помню байкеры всегда подкалывали американские типа чё это за китайские игрушки типа возможно вот я просто смотрю один костюмчик даже два они в таком современном уже стиле баллоневые какие-то но есть тоже такое называется в стиле блейзер вот у меня так называется то есть там реально такая курточка джинсики рифленые кеды на ногах ты переоделся нет люди или чё хватает одежду и побежали мне вот да 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 слушай ну это знаешь ты больше похож на русского иммигранта который продает обувь чтобы не замерзнуть да ладно вообще прям огонь вот честно говоря мне очки вообще не нравится и бандана на голове вот этого можно снять если ты подойдешь к ну да я похоже что так и сделаю сейчас может быть очки я оставлю а вот бандан точно снять вообще жесть какая-то счета тухи кстати новой появились так шлямы шлем и шлем и шлем и шлем и шлем и бананы как убрать без головного очки смотрится смешно да ну скажи ну слушай ты прям реально выглядишь шаля в стиле мэд макс ну очки дурацкий за грейдер рейдер вот точно из fallout рейдер отлично погоди сейчас здесь посмотрю еще очки так спортивные очки авиаторы она практически везде появились эти новые очки здесь о прикольно вот эти вот как это монолинзы как как я не знаю как у циклопа мне мне такие очень не нравится так очки 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 я как-то вашего тихо я вот тоже как-то к очкам равнодушно меня от авиаторы стоят я их обожаю и все как бы на этом боевые байкерские очки боевые понимаешь ох ты есть желтые очки урбанский сам вспомнил трейсер заверовать очками как у гормолыжников и все собственно нет вы не понимаешь вместо 15 долларов я сегодня вообще бомжую просто жесть сейчас в комментариях не будет писать купи прокачку а я такой знаешь принципиальный я со своими руками любит добывать все я готов все хорошо готов в тату салон поедем поехали поехали давай шеф визе меня но мне нравится колготки вот эти колготки в сетку это вообще супер ну да и вот эти вот шортики не тоже ничего особо и ладно не заглядывайся сильно смотри за дорогой досмотрелся на женские попы что такое ну-ка садись иди нормально да просто березка понимаешь да 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 березка ну заскучал родина обняться захотелось так вот слушай песню короче я придумал давай готов байкерская байкерская это будет гимн нашего клуба она она будет без фонограммы я все голосом короче слушай тогда да 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 у меня есть пистолет да 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 а еще есть автомат да 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 кто ко мне подойдет да 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 тому коленкой подзад отлично что не сильно длинный если каждый раз перед дракой с другим мотоклубом буду петь не сильно долго ты главное быстрее поято ты заходишь да я посмотрел так вот зашел смысле уже так ну поехали короче быстренько пробежал на глаз бросаются сразу их отмечать сразу их набивать сразу набивать монстр с когтями как бы вот неплохо выглядит рейтов да и так покойтесь миром братья колеса свободы мотоцикла свобода и все так ну на спину мне честно говоря мой спидометр с прошлого обновления нравится больше поэтому я его оставлю так мы стиляги это замечательно и думаем так фаги он стервятник женец for giving on for giving непрощенный анфрогивен да слушай но и грест не без сожалений ну чё неплохо кстати вот этот черепок выглядит вполне себе отлично так байкерское братство орел вестерн вот орлы кстати это прям тоже класса американская байкеров так что да так к столом ужасно как звучит несколько раз руку ломал и понимаю каково это когда кости ломайвай американская мечта american dream клуб western тоже жуткие когти мотоцикл скелета а но это кстати да типа вместо обычной рамы до мотоцикла скелет призрачный гонщик череп демона сделано в америке два ствола дуэльских таких байк байкер демон и усил это был последний из этого обновления так дальше ой как их много слушать торс живот ты успеваешь да да я уже смотрю в принципе да свободно но я тогда вот тоже как бы пролистываю я не знаю почему механик у него наш череп и из головы как будто рога такие да 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 сейчас вижу пупок причем попадает прямо в дырку черепу у тебя есть такое да 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 байкеров паути не правда скорее за то что мне мужской персонаж я этот пупок просто даже немножко не вижу волосатый живот да так голова втw фтw прочитал наоборот наш втф вот так голова чё нас тут то все три татухи он прямо на щеке прикинь жуткий паук не нафиг я не очень такая нравится штука так ядовит и скорпион далее шлем с глушителем я вот не вижу а вот все вижу на руки пошли до так райт хардов фаст как райдхард езди жестко умираем быстро да 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 именно так цепь в кулаке good luck good night захотелось да 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 жить ради дороги раза из черепов розы из черепов жуткое дерево городской трюкач я я оставлю старую у меня там такой баллон из прошлого обновления крутой в коже как будто ребят хотя вы пишите в комментариях какие татухи вам понравились больше всего мы как бы просто их обозреваем так проговариваем смотрим а вы напишите то что вам реально понравилось больше всего здесь ну да слушай смотрел я нашел змеиный укус вот он мне прям вообще очень сильно импонирует это на руку да на правую он прям ну такой как рукава там непонятно там короче какой-то мотоцикл и на нем что его обвелась змея вокруг него змея на мотоцикле короче ездит есть медведи на велосипеде у нас змея на мотоцикле меня на мотобайке да так орел орел я не знаю просто такой смерть госпожа смерть просто статуя свободы просто апокалиптическая так парящий орел ну вот парящий орел вот классика нормально от души можно про полностью вообще забиться одними орлами вообще практически на каждую часть тела ездить орел забился орлами полетел а я значит не понимаю почему мне произошло так у меня практически вся кожа моего персонажа она утыкана мелкими точками такое ощущение что мой персонаж пришел с сеанса иглоукалывания теперь у него везде на стопах прям тут там как сетка знаешь такая такой что поры мне кажется это какие-то проблемы с текстурами я не знаю как это исправить может быть у кого-то есть какие-то идеи смеющийся череп ты это видишь на левой ноге да 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 я тоже аж и знаешь я прям вот еще на мысли себя поймал я очень часто наблюдаю в пабликах разных до фотографии хороших таких работ татушных но они прям круто круто смотрятся я думал почему бы разработчики не поместили их сюда потому что нужно об этом честно я тоже потому что они сюда пихают мне кажется ну не смотрится это факт картинка на она может и приятненькая но были на не то не то я бы не нас я с тобой полностью согласен я тоже не понимаю почему они не могли просто высокого разрешения ким крутые то эти картинки сделать сюда мотоцикл и мотоцикл и я даже уже даже не озвучивая просто вот уже последний досматриваю ярость дракона она кстати первое наверное террасы уже цветную татушку на полную ногу правую ну и все опять же денег у меня нет я просто посмотрел как это будет смотреться спасибо тебе мастер примерил на мое тело да все так безопасно на примерил все это дело так ладно я тебя если что на выходе жду окей сейчас если набью пламенный череп правая нога у нас пойдет что у нас здесь есть фу какой-то из тфу я не знаю что такое американская american made типа ступит я уже не помню как то аббревиатура можете ребят тоже в описании написать что стфу значит ярость дракона вообще конкретно какая-то знаешь это татуха для якутс специально для кузы для японской мафии замечательно я вот как байкеры японской якутской якутии самый настоящий вандал сейчас разбиваю битой лимузин так что все 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 я иду 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 да да все на миг намек такой понимаешь уже все поехали 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 наш офис пазыкаем чё там с нашим офисом происходит так не нужно меточка сейчас все что равно что ли типа байкеры ментов не бояться норма нас пустят наш клуб со звездами кто знает может даже нас оттуда их заберут эти звезды да ты чё типа такое убежище для настоящих бандитов да плюс еще респект знаешь типа о да ты приехал к нам сюда со звездами байкеры просто так без хвоста на с полицейскими не приезжают так вот я вижу что видимо где-то заезд кто меня спалил я не понял ладно здесь просто чем все вот тут они ки вове шишек вон смотри 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 проехали надо я вижу просто там вот копы они посиди пока тут я не знаю не у меня тоже звезды заходим заходим так иди сюда я не вижу сюда уже ау байкеры сбита давай избиваем 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 их чё убили его моё меня что же убьют черт ладно я захожу в клуб я не могу войти прикинь все я не могу да ладно я бегу на вас! Засранцы! Погибли с честью, брат! Да! Вот так вот. Ладно. Показали им, да? Кто здесь главный? Ну, типа того, типа того. Так. Как-то так. Как нам теперь найти? Ладно, вижу клуб. Мне... У меня, кстати, пометка, что это клуб моего друга. Слушай, а что такое? У меня почему-то какая-то фигня. Гараж. Ага, гараж. Ну, что это? Погоди. Мне показывают, что... Или это серия противоборства какие-то... Смотри, человечки на карте. Там 8-12 стоит. Это что-то? Что такое? Я вижу, вижу. Да, я без понятия. Вот я нажал написано противоборствия. Что-то я не помню, что-то такие раньше у нас были. Ладно, фиг с ним. Это, видимо, какой-то новый... То ли режим, наверное, какое-то командное соревнование, то ли что. Ладно. Я тебе скажу плохую новость. Что такое? Наш клуб окружили копы. Опять что ли? Они тут мракобесят. Наверное, потому что... Да ничего, совсем с ума сошли, что ли. Побойтесь бога. Вот стою здесь, показываю. Смотри, как я заслужил. И вот так вот. Товарищ полицейский, что делаешь? Засранец. Прикольно. А ты что? Смотри, этот такой лежит, видишь? У тебя он лежит? Вот этот, чувак? Да-да-да. Не, вот один лежит, а вот один стоит и смотрит на него. А у меня вот этот вот, он как бы лежит и сидит одновременно. Да ты что? То есть он как будто, знаешь, присел такой, да, присел такой, облокотился. Облокоть такое, типа. Ладно, ребята, надо отдохнуть немножко. Ладно, заходим, короче, наш клуб. Ладно, заходи, и, кстати, мне сразу приглашение высылай, потому что я зайти не могу пока что. Войти с друзьями и... Членами банды, все, давай. О, все, класс. Ну все, ты готов это увидеть? Я готов, я все. Супер андеграундный штаб. Опа, у нас тут и бар даже есть? Йоу, рад тебя видеть, я Мальк из Либерти Сити присматриваю. Забираешься в клуб хаус? Ладно, ладно, полагаю, ты собираешься открыть что-то вроде мотоклуба. У нас тут все, что нужно для отдыха. Ой, у меня аж фризит, слушай. Дартс, музыкальный автомат, стол для армрестлинга, бар и все такое прочее. Йоу, ты должен пригласить нескольких кандидатов, заставить их вступить в свой клуб, а потом уж создавать иерархию. Обычно нужен вице-президент, капитан, сержант и, несомненно, головорез. Знаешь, как-то так, у каждого из них свои обязанности и особенности. Эй, организация-то важна, ведь она нам помогает выполнять задания, за которые люди платят деньги. Кого-то нужно спасать. Девушка-бармен у тебя. От копов кому-то нужна защита, кого-то нужно замочить. Задания заносятся на доску, если хочешь, можешь их выполнять. Короче, ну, оба смотри, хорошо-хорошо, что еще хочешь узнать? Эй, вы сможете держать свои мотоциклы здесь, то есть есть место для каждого члена клуба. И даже есть мастерская, где можно их улучшить, вот это круто вообще, кстати. Правда, Зак будет брать за это деньги, но все равно хорошо, что он есть. Оружейный шкаф в полном порядке, здесь можно хранить все свое добро и брать с собой только то, что нужно. А тут у нас компьютер, подключенный к анонимной сети. Приходилось иметь дело с такой штукой. Федералы тебя не обнаружат, так что можешь спокойно заниматься незаконными делами через интернет. Просто изучи его как следует. Потом мне спасибо скажешь, в кавычках. Ну вот и все, детка. Если решишь заняться этими клубными делами, я буду на связи. Ну а так, располагайся, будь как дома. Покатило, значит. Ну слушай. А я уже тут немножко освоился. Ты уже освоился? Что ты тут делаешь? Смотри, у нас какие-то тут эти ленточки висят от мух, знаешь, липучие. Да-да, смотри, там, короче, есть музыкальный автомат, есть барменш. Так-так-так, ну-ка пойдем посмотрим. Значит, у нас собственная барменша теперь есть. Эй, детка, тебя как зовут-то, слышишь? Представься хоть. Ты же жить здесь будешь, если что. А что ты какая-то старая? Можешь заказать выпить. Так, это же это, ты что, видел хоть раз в байкерских клубах молодых? Прям вот совсем молодых. То есть это обязательно, если она байкерская, она обязательно должна быть прожженой, прокуренной такой, да? Да-да-да, и еще, знаешь, такая, что вот как будто только-только вылечилась от наркозависимых. Господи, слушай, я не был готов к такому. Ну ладно, давайте смотримся. У нас есть здесь стол со стульями, обязательно окурки, конечно, с пивасом, хотя мы не курим и не пьем. Так, что смотрим еще? Кега такая стоит здесь с пивом, видишь, в углу заваленные ящики. Так, музыкальный автомат точно есть, можно его использовать. Он интерактивный, кстати, можно музыку выбрать. Ладно, у меня музыка здесь отключена в игре. Что это у нас здесь такое? Шкаф, смотри, какой-то. Чипсы, да что такое срач-то здесь, извините меня за выражение? Неужели байкеры обязательно свиньи должны быть такие? Да потому что они приходят сюда поорать, поматериться, поотрываться и уходить. Это, знаешь, так как антикафе. Ну да, что-то в этой... Современное это звание. Смотри, тут куча каких-то наград у нас здесь. Какие-то шестеренки, колеса, байкерские соревнования, что ли, мы здесь и устраивали. Так, ладно, пойдем внизу еще. О, есть бонг здесь. Ну слушай, вот без бонга, конечно, это вообще... Ты там сильно не задерживайся с бонгом, а то будет тебе бинго. Самый настоящий. Бинго, бинго, бон, о, так это вот товарищ-то, да, наш? Механик, ага. Меха, Аник. Здесь можно играть в фестиваль красок устраивать. Заходим, начинаем распылять краской. А, я просто представил, знаешь, в гараже, в закрытом, байкеры такие брутальные и фестиваль красок. Да, 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 а че нет? Да, укидаются. Такие калайные, милые. Порошками там все дела. Что еще здесь есть? Туалет? А, смотри, вот, это, видимо... А, посмотри, ты что на моем сосне это написано. Так, мракобес. Мракобес, надо селфи быстро сделать сейчас. А че, вы реально? Да, да, давай, вот. Отлично. Да, и я вот, короче, еще вот так вот. Так, где у нас автопортрет? Опа, сейчас, стоп. Тихо. Эй, я не хочу, я как-то развернулся, подурацки. Я не могу на фоне... Тихо, тихо. Ну так, так, стой. Так, давай я тоже вот сфоткаюсь. Так, где есть фотоаппарат? Да нет, тоже не то, вот фотоаппарат. Ага, вот, я понял, что надо сделать. Надо, короче, посмотреть на флаг, потом нажать колесико. И вот, о, отлично, вот так сейчас нормально. Так, мракобес почти попадает. И у меня, у нас, короче, с тобой у обоих лица почему-то в точках. Что такое производит? Вот, давай, фото, 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 пока я палец. Ха-ха-ха. Че? Ну или как-то так. Ну, что-то как-то так. Ну ладно, мы сохраняем, давай еще разок. Уходи, угоди, 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 угоди. Да, конечно. Так, хорошо, смотри, я, короче, сейчас буду танцевать. Пару раз я наклонюсь вниз, а потом вверх три раза или два раза. Ну, короче, как получится. А в какой момент все фото? Вот, сейчас давай. Ну, че-то я сфотал. Мрака, мрака, только у меня попадается, что мрака. Ну, мрак хватает. Ладно, ну че, нормально, сфото лезь, короче. Погоди, тут еще задания есть. Типа. Типа но, типа но, смотри-ка. Задания клабхауса выполнены, то есть разные, видимо, специальные задания. Пленник, смотри, что-то там есть, да? Че еще? Поджигатели, требуется для поджигателей или просто отморозки. Это про нас, по-моему. Слушай, ну интересно, интересно, новые задания у нас появились здесь. Брайт. Ливи и Брайт. О, да. Прикольно. Так, по-моему, еще одна комната где-то здесь есть. Ну-ка, сходим, посмотрим. Вон, еще смотряй. Давай, посмотрим, да, подавай, давай. О, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Заходи, гостем будешь. Круто вообще, да? Да, да, конечно, общественный туалет. Вот я сейчас прямо увидел, я сразу же вспомнил запах общественных туалетов. Да, ты когда-нибудь был в таких пабах, где тоже общественные туалеты? Нет, нет, нет. Вот я был, я тебе скажу. Похоже. это тоже самое что ты представил два раза давай посмотрим чё на в толчки там просто жесть журнала для взрослых сильно вот согласись вообще прям прям вот душой подошли реально писсуар такой смотри на несколько человек с юар сужаги тихо откройте должен быть шкаф с оружием здесь нам сказали другом месте так я вот смотрю есть первая помощь и какая-то банка с желтым составом уринотерапия конечно же думала ты новый коктейль какой-нибудь типа первая помощь так смотри вот а вот здесь у нас еще а вот он кстати здесь сейф а наш заражение к видимо что можно типа покупать оружие или что как нажмите я не знаю я молек дороже а ну реально короче здесь можно выбрать какие купленные виды понятно понятно то есть можно короче просто здесь хранить и водички налить нет как дома дотянуться гардероб смотри переодеться можно вы вообще отлично ну чё нормально живем вообще от души все мне нравится я люблю такого рода вообще играл бы долго и упорно класс но посидишь вот тут сидишь да и можно взять по 70 по 70 посиди еще там угарно давай 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 так так просто ресепшн так как сесть-то на я бы не могу сесть но и не можешь сесть так только владелец может сидеть за столом прости пол да давай ты смотри посвящение такой посидишь один сидит другой смотрит здравствуйте мне пожалуйста номер люкс класса пожалуйста вот прям номеров нет президентский люкс занято все все распродано у нас все занято ничего не знаю тогда я пойду к вам в в туалет и солью отработанное машинное масло не буду ходить в туалет он у вас какой-то неприятный ревизора на вас нет ревизоры они до сюда живыми не дойдут так что все нормально ресепшене прямо вот погибнет такая тонна что это выход похоже да у нас здесь это выход обычный здесь по всей видимости у тебя будут стоять твои байки которые ты купил на которой кстати а это управление транспортом слушай на воду души дофига слотов вот сюда и как раз на все байки не переместить а чё я парился потому что их же тюнинговать может быть легко прямо сюда сразу заезжая и сразу тюнингу и вообще прикольно все очень удобно интересно да прикольно ну что давай на этом закругляться тогда мы практически все с тобой посмотрели что здесь пойдем пойдем давать если мы будем то уже в следующей серии да 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 вот поэтому ребятки спасибо что смотрели на диванчик мальчик сидит по-другому заметил нет да 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 прям как оторва какая-то я это мой клуб и я здесь педали кручу все давай короче на этой ноте радостные завершаем эту серию спасибо друзья что смотрели мы надеемся что вам было интересно и вам понравилось пишите также в комментариях что вам кажется самым интересным в этом обновлении помимо конечно татуировок и мотоциклов может что-то еще мы пропустили будем очень рады вашим каким-то советом вот мне больше всего понравился мотоцикл дрожжавый и вот такой кон которая у тебя в комнате где на улице сидел вот прям вот она клёвая на ней полежала было классно и бонг ну понятно понятно ну хоть что-то хоть что-то тебя удовлетворил это так сложно меня удовлетворить да да друзья мои ставьте лайки этому видео конечно же поддерживайте нас большими пальцами вверх ну и подписывайтесь на наш канал ссылки на которые неизменно есть в описании да всем удачки всем тортик покедова